Далеко не самый бедный город на России. Белгород. Раннее утро люди выстроились в огромную очередь. Эта вот нереальная очередь стоит за яйцами. Издевательство над людьми. Машина только одна приехала. И такие очереди по всей великой и могучей. Богатые россияне пытаются купить яйца поешевле и на всех их не хватает. Не закончилось. Вот она идет туда, туда, туда. Даже не знаю где конец. И у российской власти на это ответ простой. Это не цены поднялись, а народ начал больше зарабатывать. И поэтому такой спрос высокий. Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан. И они увеличили потребление в принципе мясных продуктов и куриного мяса, как диетического и яйца. А это Бурятия. У большинства местных жителей центрального отопления нет. А зима уже на пороге. Они вынуждены отапливать свои дома дровами. И это удовольствие не из дешевых. У меня есть пока на данный момент. Что-то все, что тоже есть. 20 кубов. Мне обходило еще 10 тысяч. Мне это хватало. Цена на древесину и уголь только растут. И россияне вынуждены брать кредиты, чтобы не умереть от холода. А нынче я не могу, потому что один куб обходится мне 4,5. И мне этого не доставит. И мне надо будет 20, наверное. И обойдется мне 1090 в 100. И я не располагаю таким средством. И даже в тех городах, где есть центральное отопление, оно не работает. А местные власти перебрасывают ответственность с ведомства на ведомство. Сейчас у меня инием стены покрываются. Это нормально? Это вообще ужасно. У нас вообще ни в жилых домах, ни в садиках, ни в школах нет отопления. Дети мерзнут. Пенсионеры мерзнут. Какие яйца? Какое отопление? Вы лучше посмотрите, что творится с Америкой. Пиндосы уже на коленях. Радуйтесь стабильности и благополучию при Путине. Ну что, это действительно тяжелая. Америка не видела такого со времен Великой репрессии. В России так хорошо, что количество россиян, неплательщиков по кредитам, уже превысило 21 миллион человек. То есть каждый седьмой россиянин – должник банка. Россияне вынуждены брать кредиты, чтобы не умереть от холода. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма долгов физлиц увеличилась на 200 миллиардов рублей и сейчас составляет 2,9 триллиона рублей. Обо всех этих проблемах точно знает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у которой есть дворец на берегу Черного моря, который оценивается примерно в 300 миллионов рублей. И, похоже, чиновница знает, как решать все проблемы в РФ. Немедленно закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала. Давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Деньги идут на войну. То есть российский бюджет все больше и больше милитаризируется. Милитаризируется за счет чего? За счет сокращения потребления простых людей. Это, знаете, как в том анекдоте. Папа, папа, водка выросла в два раза в цене. В цивилизованном мире строят больницы, чтобы за медицинской помощью могли обратиться даже в небольшом городке. А вот на болотах медицина работает по-другому. Зачем строить? Это нужно тратить средства на рабов. Лучше пустить поезд здоровья и лечить людей на вокзале. Поезд здоровья – уникальная возможность получить качественную медицинскую помощь и при необходимости направление на расширенную диагностику в больницах краевой столицы. После медицинской реформы в РФ были уволены тысячи медицинских работников, закрыты сотни амбулаторий, а теперь запустили поезд здоровья. Это качественная медицина по-путински. Новый сериал про насилие «Слово пацана» на России стал культовым. Его почитатели начали подражать главным героям. В Иркутске на остановке к 15-летнему парню подошло несколько человек с вопросом «А ты с какого района?» Разговор закончился несколькими ножевыми ранениями и смертью подростка. Убийц поймали и выяснилось, что они просто хотели быть похожими на главных героев сериала. Теперь второй сезон они будут смотреть уже за колючкой. Бывшие убийцы, которые получают амнистию за участие на СВО. Коллеги, которые возвращаются оттуда, их в прямом смысле вышвыривают из общественного транспорта. Города без центрального отопления и население по уши в кредитах. Такая она реальная жизнь в современной России. Но просто вы этого не расскажут и на любой вопрос ответят виноваты во всем украинцы и проклятущий Запад. Продолжение следует...